и добрый вечер добрый вечер говорит и показывает самсон букет мы в эфире и я не перестану развивать свою память во первых тот куст ради которого я путешествовала по европе чтобы увидеть его в полном цветении декабре по-английски называется холли по-русски или или продукт рождественская рождественский куст так и называются неказист все время года зацветает именно в середине расцветает именно в середине декабря но мне кажется это лучше елки камелия синенсис это что-то другое но есть чудесные цветки камелии которые я специально к этому эфиру прибыли из японии мраморно-розовая мраморно-белая камелия мраморно-белая камелия которая сейчас распускается в монако которая сейчас распускается в центре португалии в милане она распустится в начале марта в конце февраля а здесь в москве на большой никиткой 37 она уже в роскошных бутонах в тон этой фольге на бутылочке шампанское кроме камелии и гламелии еще и я одуванчик спасибо за дуванчик геннадий хотя на позвольте мы давно не проводили своими вторник позвольте как ты умеешь к но как ты умеешь как я только тебя камели показала и сразу как ты умеешь это дано сегодня мы это шампанское по вторникам шампанское по вторникам да мы так давно не проводили шампанское по вторникам но ты знаешь у нас столько последователей мне кажется этот хэштег так прижился даже если бы мы придумали что-то более научное более популярное более более магазинное более коммерческое этого все не прижило шампанское повторником благодаря тебе это все установилось с апреля 2020 года и есть последователи оба оба это против это противоположным направлением почему-то мне кто-то сказал что шампанское пробка не должна хлопать а как иначе ты не шампанское это же девять с половиной атмосферы неужели бы кого-то слушать кроме себя да и меня и самсона а мы самсона не могли такое сказать то есть намек что я много говорю но геннадий что я знаю я знаю что если нет хлопка остановись не могу зачем останавливаться я не знаю как ты наведешь камеру на пантер но пожалуй вот это современный айс пакет мое открытие этого года потому что очень трудно правильно найти красивую красивую вазу для шампанского сюда очень красиво ваше заиндивившие тюльпаны поставить мы потом обязательно покажем самсона букете новинка тюльпаны которые может изморозил добрый вечер добрый вечер добрый вечер шампанское по вторникам и такой очень зимний очень красивый очень декабрьский вечер в москве и не знаю как ты из гагра слава богу я вернулась на ют эрик как я тебе еще рассказала призналась и что мне нравится в samsung букете то помните все нравится кто гадает лайфхак и одновременно этикетку из тюнинг быта данном случае это этикетка из этикетка quiz скажите пожалуйста кому принадлежит дизайну какого художника подсказка модельер единственный модельер гильдии французской высокой моды который имел образование театрального художника и который жив помимо ульяна сергеенко он этот человек жив это мой старый маэстро любимый старый маэстро и когда я стала приезжать в париж начале 90-х это была парижская достопримечательность подсказка в квартале 1 кардена было его ателье и весь двор был заставлен вот так как самсун букете весь двор был заставлен живыми цветами в ведрах это было все это цветов было много и цветы были такими секциями и парижане запихивали носики в ворота для того чтобы рассмотреть что маэстро и еще одна подсказка для тех кто часто бывает заколочки александр там же недалеко продаются я сегодня как называется это растение это же не этикетка изус да ну скажи это называется глоуриоза глориоза всегда мечтал иметь такого преподавателя который задает вопрос тут же на него сам отвечает ну когда когда студент не может чтобы его не поставить неловкое положение можно всегда умело подсказать но здесь реально этикетку из великий анекдот как преподаватель подсказывал ну ладно мы глоуриоза утопим в бокале это тоже может быть очень красиво и кстати много функциональность бокала на только что посмотрите как красиво глоуриоза будет касаться в лалике лалик рене лалик нет клейму без без имени собственного клейму лалик подписной значит это были еще хорошие времена еще хорошие родные времена лалика и я думаю что если это это вполне может быть хайбол это вполне может быть он рокс это может быть бокал для воды не нужно думать для чего лалик ему всегда найдется применение если ты заметила я позавчера сидя за этим столом из этого бокала пил виски но повторение мать учения сегодня у меня в этом бокале глоуриоза рядом с одуванчиком в серебре из моего гербария мне кажется мы раньше меня дуванчик я тоже скоро обличу уже весь но мы сейчас не будем это обсуждать потому что турецкая имплант волос это не наша тема у нас есть другие герои которые охвачены поэтому пусть это будет глориоза символ сегодняшнего прекрасного шампанского повторника и вторичный рынок хрусталян тоже очень красив и я хочу выпить за тост за предложить тост если даме уместно предлагать тост за идею самсона сагаяна провести аукцион и сделать этот акцион абсолютно доступным абсолютно родным абсолютно музейным абсолютно честным и абсолютно искренним что для меня самое главное ты знаешь бывают аукционы при доставке выясняется маленько редко но что-то всегда выясняется бывают такие случаи данном в данном случае действительно я думаю что каждый из победителей бидов получит больше чем он ожидал он получит музей в дом и без qr-кодов без qr-кодов и я думаю что это первый опыт который нужно пройти и это несложно это не страшно я всегда говорю что этикет это не страшно на аукцион это настолько не страшно только потом нам не писать геннадием и самсоном не обвинять в том что заболевание прогрессирует о том что это неизлечимо о том что это чесотка о том что это страсть о том что это да этим увлекаешься и погружаешься но уверяю вас есть некий шаг когда вы погрузились я погрузилась как ты знаешь и погрузила одновременно очень многих в несколько аукционных домов я им верю и я погрузилась мы вчера об этом говорили или позавчера я погрузилась в древо прекрасный французский парижский забытый аукционный дом о котором кстати мало кто знает мало кто вспоминает в котором есть в течение недели ежи каждый день это разный торг это календарь там может быть высокая мода там может быть кожгалантерия там может быть искусство там может быть тематика там может быть азия там могут быть ковры и туда просто ходят люди изучать искусство мне кажется это удивительные есть фамильные распродажи и посмотреть как собиралась что семья и как это красиво все поддерживал это просто все вместе с особняком уходит все и каждая вещь атрибутированная есть спорные моменты люди спорят но тем не менее каждый может сделать бит и что хорошо в акционе когда танцы нам иногда цена взлетает а иногда цена остается очень доступной и вот такая встреча я же вчера держала себя в руках когда ты как по-эстонски это когда ты воображал в халате и все время рассказывал про свою грудь и покрытие груди я вообще не сделала ни одного замечания тапочками как ты ножками махал и не звонила самсону не жалов и не кляузничала просто имели успех я бы тоже могла так тапочки надеть все тоже у меня было но я отдала тебе это первенство поэтому смотри сегодня сегодня дорогие друзья мы сегодня одновременно в двух аккаунт отмещаем посмотрим у кого в аккаунте будет больше зрителей если только ты оборвешь мой аккаунт отключишь от связи только камели и показала и холли у тебя уже такие фантазии не пинай меня под столом и геннадий ослеплен да значит у нас первый этикет квиз я реально хочу знать подсказка та страна где я люблю бывать и кутюрье эстония не сбивай это этикет квиз от меня и у меня будет приз ровно на этот ответ будет приз и самсон сагая сервировал нам эти тарелки вне аукциона эти те тарелки которые привез в свою собственную дом и для того чтобы мы могли пользоваться и сервировать еду закуски ягоды и сыры я отобрал нашим айферам при фобурсе на 0 салон и так я жду ответы приз от меня и так геннадий подписался ли ты зарегистрировался ли ты на аукционе конечно я это сделал еще неделю назад я зарегистрировался и захожу время от времени проверить как там там лоты только прибавляется да об этом мы поговорим отдельно да и один краше другого я сегодня делал пост но в этом и есть сюрприз от самсона пассивное начало и потом по нарастающей прибывает лот у меня есть шикарный приятель он живет в нескольких странах одновременно и я нет и это мужчина который и это мужчина который сказал очень хорошую произнес очень хорошую в шутку мы пришли двумя парами в ресторан и мужчина сидел это было свидание двое на двое вроде того хорошо что ты так много знаешь и мужчина хотя и у него нет восточных корней как вы знаете мужчина с востока всегда должен сидеть напротив главной входной двери он должен видеть кто входит и что происходит в помещении так сел мой визави пересел сел рядом со мной и стал внимательно следить за дверью и сам взял карту меню и так отгородился от тех кто смотрели на него напротив и когда жена и когда его жена сказала что может быть он уже готов заказать может быть он вернется к меню вместо входной двери он сказал смотри ну можно же просто читать меню не обязательно заказывать самое дорогое блюдо и вот аукцион для меня то же самое вас регистрация на аукционе ни к чему не обязывает абсолютно вы это просто ликбез это хорошо раньше был каталог или которые приносили в дом журнал дорогой домовой я не знаю каких только не было печатных изданий участие регистрация дает вам просто дает вам относит вас к некой избран к некому подчеркивать тему вашего увлечения дает не по клубность тему задает но ни к чему не обязывает для меня это удобный ликбез который собран отобран честного человека это всегда порядочного мужчину всегда обязывает если уж я зарегистрировался но я тоже зарегистрируюсь и я уезжаю из россии завтра я конечно оставлю это удовольствие следить за этим первым аукционом русского фарфора русского искусства в рубрике фарфор категории фарфор и мне очень интересно эти вещи мне знакомо эти вещи мне практически мне жаль оставаться и с ними но ты знаешь ну тебе дети никто не запрещает их приобрести давай начнем с моего золотого платья с твоего золотого платья которому алексей попов подходит как нельзя лучше вообще мы давно знаем что попов тебе подходит да алексей алексей фамилия попов мне очень хорошо и это дивный красопилот если уж я хотела бы заказать портретисту собаками собака на счастье или без я бы очень хотела может быть ты же помнишь абсолютно и в третяковке любой исторической красивой подборке портретов всегда будет женская рука которая держит руках или розу или фарфоровую пару и очень часто мужчины кстати у русских портретистов всегда твой мужчин в кабинете библиотеки на столе будет всегда прописана очень тщательно фарфоровая пара подчеркивает ботинок аксессуары и фарфор на столе это очень важно и кстати живописцы это был их знак невербальной коммуникации что у вас руках что у вас на столе и иногда эти вещи разговаривают и говорят за нас поэтому скажи что тебе говорит эта чашка алексея попова которая на на раковине на раковине гребешка на сен-жак куки-сен-жак на куки и сама по себе чашка она тоже обрамлена кораллом изысканная пара шелфиш и корай но это очень высокая позиционирование это явно вещь из коллекции это музейная пара абсолютно не сомневаюсь но вот я абсолютно с тобой согласен потому что я в этом году и прошлом году так как стал много ездить по россии я везде хожу в кривейческие музеи кривейческий музей или в но я бы все-таки ты знаешь мне кажется что я допускаю а я мне кажется что все-таки современные современный фарфор все-таки немножко простовато выглядят по сравнению с но 1 3 19 это правда но ты знаешь что антиквары окружали меня с самых молодых лет я знаю антиквары это другой вопрос и они очень часто так как это жест самсона это уже абсолютно реальный жест то чего я касаюсь ножом и вилкой я никто никогда не использует антиквар на тарелке но для чая для кофе для напитков все же винтажные антикварные вещи используются такой трюк францет очень просто и все-таки что тебе говорит о чем тебе говорит это кораллы и санжаки мне говорит только о том что это очень удачный выбор это абсолютное начало прекрасной коллекции после этой пары и мне я отдам себе такой задел я дам себе такое такое ну я думаю что она будет разговаривать витрине ну может быть не витрине дома ты знаешь у меня есть любимая тема для того чтобы показать эти игрушки у себя в переговорной в офисе в частных в частном кабинете в офисе в приемной в офисе это маленькая часть коллекции это маленькая ты видишь кораллы и формы использовались в европе это маленькое подражание попова европейскому тренду как ты знаешь попов очень любил францию и закупал свои прекрасные краски и у него были живописцы из франции поэтому это абсолютно как франция в россии это подражание это уход от русского дизайна от русского рисунка уход от кобальта от его даже любимого синего цвета но это абсолютно феерическое само позиционирование хорошо возьмем классического попова классический попов узнаваем можно не показывать мою голову просто показать что у меня есть это я уже интересно это референс это очень строй это очень сильный референс и на просвет это блюдце мне как раз я позволю с тобой не согласиться потому что для меня вот это это франция это лимошь это сервер даже это это традиции это звонкость фарфора и не было этого синего цвета синий цвет как раз очень французский это синего а вот а вот это для меня может для меня это не имеет французской такой вот направленности для меня это русская сказка в том числе это садко это что-то такое ты знаешь и мне кажется что как раз вот это это изобилие золото это вот эта морская тематика это такой сказочный для меня сказочный атрибут у меня есть эта прекрасная чашка с розой кузнецовская чашка которая тоже была виста аллегре в музее виста аллегре я ее видела она была в мессине это подражание и поэтому я думаю для меня это подражание попова скорее всего для меня это как раз не очень русская но это моя точка зрения для меня этот синий попова вот только что я была в париже и провела время и на пюсах в музее декоративного искусства и в нескольких музеях и я поповского синего не встречая узнаю я поповский синий узнаю как твоя знакомая таможенница в одном лице я его просто сразу вижу ему очень удавался этот синий цвет и как ты знаешь дочь попова не удержала бизнес не удержала фабрику только потому что вот эти мастера которые смешивали краски они к сожалению уволились и после того как ушли мастера она не смогла удержать бизнес это узнаваемо узнаваемо русскую которая начинает и мне нравится что ты к чашечке сразу подтягиваешь rolls-royce но это может как ты думаешь эти вещи между собой это достаток это достаток давай еще порожен положим пару главиоз и бокал шампании вот и все подача значит я бы убрал все-таки сказочную эту это вот шелфиш это абсолютно музейная вещь во-первых сохранность во-первых попова в принципе больших предметов сохранилось очень немного и он их производил немного чашки еще для нас как-то дошли но вот больших предметов и больших предметов в таком в такой сохранности а тем более что такая же вещь есть кускова музее практически аналогичная такая же вещь есть в эрмитаже и это конечно много о чем говорит потому что такого размера такого посмотрите задник этой вещи абсолютно не тронутая зона я просто как джентльмен я держу я держу тяжелую вещь так вот и это вы знаете это еще ко всему прочему очень инспирированная она одновременно инспирирована и франции потому что этот цветочный мотив он конечно очень французский и востоком китая потому что размер блюда абсолютно китайский вот это этот вот кант внутренний абсолютно китайский и сами все мотивы они пришли во французскую фарфоровую живопись из японии конечно потому что сам по себе тип рисунка с вот этими вот резервами с картушами то есть это такое соединение японии китая и барочный пост барочной европы когда все это соединилось все это соединилось на русском заводе и русские растения помнишь майсон был первым месяц майсон был первой мануфактурой которая ушел от европы и вел европейские растения европейский рисунок вот попов мне кажется дает просто гротеск русской красоты на этом но тоже русского здесь много крыжовник конечно же но тут же и виноград тут же и персик тут же в общем какие-то вещи южные не забудки и сирени не забудки и сирень он остается моим любимым мамаша и сыновья не хочу ничего сказать конечно прекрасно мы еще вернемся к этому попова потому что я совершенно что я тебе могу подать здесь вот ну давай возьмем вот эту чашку который ты уже держала на императорский завод и это тоже очень последовательно если мы говорим о том должна быть чайные пары должны ли всем выдаваться за столом одинаковые чайные пары мой трюк гости приходят на выбор из какой чайные пары мальчик кузнецов кузнецов попов кормилов сафронов кормилов сафронов кузнецов один завод кузнецов другой завод кузнецов клеймо такое кузнецов клеймо такое это одновременно я думаю что этикет идеальная светская тема но вещь красивая атрибуция это тоже эффектная светская тема а шампанское является этикетной и во-первых на шампанском есть этикетка конечно это предмет этикет все что имеет этикетку предмет этикет я кстати недоволен ты мало пьешь подожди ты такой рассказчик что я забываю посмотрите тоже одновременно как нас понимает самсон букете какие пары катяна вернемся к фарфору самсон неужели это правда это русский текстиль кастрома это жаккард который был выполнен по заказу зарубежным заказом это стоки это то когда закрыта на о чем я всегда говорю на пьюсах на французских позвольте мне вернуться все я просто хотела подчеркнуть как выгодно самсон кострома важно оттуда пошли романов из костромы как и показал терракот и снегурочка геннадий снегурочка не было из рода романовых но не важно она и была из-под кострома николай первый в эпоху которого на императорском фарфоровом заводе выпущенная эта пара несомненно имел отношение к костроме и кстати говоря путешествовал кострому на ипатевский монастырь с тем чтобы почтить память своих предков тех от кого пошел род романова я тоже там был посмотри какая давай обсудим эту пару потому что она абсолютно не на во первых ну посмотри она на просвет она вся светится абсолютно прозрачный фарфор но форма его достаточно мне и это форма небольших сервизов эта форма такая достаточно достаточно кабинетная что ли это форма таких скажем так уникальных вещей как мне кажется и посмотри во первых тоже навеяны конечно восточными формами роспись потому что вот такой сегментный роспись дольки они пришли конечно очень трудно это архитектурный фарфор который если ты уберешь роспись это сама по себе событий событийный фарфор потому что в нем уже есть залом в нем уже есть форма убери и потом еще это двадцать четыре карата если я не ошибаюсь убрать убери роспись и убери карат то есть ты получишь все равно очень красивое белье которое будет очень красиво украшать это мой любимый трюк кто-то из мужчин может сказать чуть-чуть женская чуть-чуть на и чуть-чуть я очень люблю когда та же форма встречается на рынке подобрать к ней просто белую или без роспись я согласен тем что это женская пара тем более что она небольшого размера ли это да понятно что это не не ничьи гонять поэтому я люблю совместить дать опцию кто-то по размеру кто-то по декору кто-то по розовому цвету кто-то по-синему кто-то по я очень хочу разобраться давай разберемся все таки с чайными парами я хочу императорского завода еще одна пара уникальная которую мы с тобой когда-то показывали в эфире и она может пустить и она это тоже эпоха николая первого дивный плющ дивный плющ мне не нужно брошь плющик кстати сделать кстати сделать сделать это очень эффектно потом это патэ все патэ то есть это рисунок сначала фарфоровой пастой потом роспись эмалями и это абсолютно уникальная абсолютно уникальная вещь посмотрите как сохранилась золото сохранились естественно все абсолютно все полностью просто и на просвет края блюда на просвет да и какая форма очень удобно ты знаешь я и ты мы любим высокая блюдца высокая блюдца во-первых во вторых смотри как она абсолютно первой шоке на это что за советское время первый знаешь были заказчики достаточно и да и конечно позолота оттенок позолоты я не хочу нарушать правила антиквар антиквара и коллекционера и наливать сюда чай но когда чай движется красивый красный или черный чай движется двигает как бы жидкость жидкость работает в этой сфере это прекрасные блики на лицо передает я знаю что мужчины особенно восточные мужчины поэтому можно тоже культурный код считать когда мужчина наслаждается он говорит какой хороший чай просто этот блик золото позолота которая посылает на лицо но это мне кажется веркости кремства это не случается часто ты знаешь если особенно ты подаешь этот чай в чашке 200 летний давности возраст чашки эпохи николая первого чашки которая застала пушкина чашка которая помнит массу исторических событий и чашки принадлежащие сделаны на том заводе очень красиво работал исключительно на императорский двор и предметы которые в основном хранятся до сих пор в посудных кладовых сервизных кладовых сервизных сервизных конечно да и это конечно совершенно встреча знаешь о чем я подумала ты очень красиво рассказываешь атрибутируешь я подумала о том что как сложно выбрать на аукционе понятно есть цена это двигатель но в то же время как не ошибиться с парой все что вы выберете в этом аукционе самсунг антиклайн то это определенное начало вашей коллекции вы точно не сделаете это едино что это такое посвящение красиво и это очень достойный вход в тему потому как русских аукционов это самые дорогие торги на сегодняшний день поэтому то что вы делаете приземленном москве чуть-чуть заземляет цену в честь первого аукциона но это очень правильно это очень честно вы не знаете как пойдете без обязательств но вы даете удивительную вещь которая никогда второй раз не придет на этот акцион если только кто-то из ваших держателя лота не не выставит ее на новые торги это удивительная история вещей и им ведут картотеки за ними следят это не серийно помните я вас я вас спросила самсон сможете ли вы потом подобрать мне некую похожую пару что-то в комплект комплект да я думаю вы сможете но выхватить такое второе вы не сможете вот смотри а сейчас мы переходим редкая вещь это моя любимица редкая вещь абсолютно речащий завод черное крытье черное крытье во первых практически не существующая вещь потому что черного цвета добиться фарфори очень сложно даже в этой икре да мы до не дойдем но вот этот черный крытью с этой самой чешуи это частный завод фидяшина это редчайшая вещь это середина 19 века но посмотри какая во первых удобная форма потрясающая чайная форма все это просвечивает мне очень нравится логотип греческая опять же много естественно очень много восточного потому что вот этот черный лак черное крытье очень похожее на то как делается в китае мебель как в бирме делается лаковые коробки как в японии делается ну откуда повалит посуда все это и здесь конечно абсолютно филигранная роспись абсолютно ну посмотри как это сделано это немножко наивно потому что как бы эти цветы не очень сочетаются с рыбьей чешуей и не очень сочетаются с полет мысль с жемчугами которые здесь изображены вместе с тем жемчугами Татьяна фактически голая пришла без жемчуга смотри но мы успеем заехать в городе где-то? нет что нет не успеем заехать опять пробки как у вас в москве все умело на все умелый ответ возьми подержи пожалуйста дорогие пробки пробки вот у нас в шампанском кстати я хотела узнать в самсон букете есть ли у них подставка фарфоровая под пробочку мне нужно мне очень нравится мне очень нравится эта сеточка для меня это рыбья чешуя это была мода это была мода потому что рыба ценилась рыба ценилась и на Волге помните щука с красными глазками вот эта чешуйка в чешуйку разбирали поэтому это абсолютно русская деталь из Китая конечно и это было она была естественно и в Англии в 18 веке попозже потому что знаменитые эти бустеровские синие на синем вот это их чешуя но вот эта деталь громко скейлс и тоже в каждой культуре почему я люблю рассматривать чайты пары английские, французские как ты знаешь очень много русских заводов работали делали пиалы для ближнего востока и для Азии вот огранка каймы это как раз говорит о том культурном коде сколько в какой культуре принято наливать чая в чашку кто-то доливает на краев пейте до краев кто-то наливает чая на три четверти чтобы показать гостеприимство и готовность обслуживать, ухаживать это тоже такие прекрасные культурные испытания и жест культурного национального гостеприимства и темы и наблюдения и респект гостю да дай мне пожалуйста тройку которая рядом с тобой тройку корниловскую это подойдет к вербе это кузнецов да кузнецов потрясающая совершенно часть потрясающего сервиза абсолютно уникальный легчайший попробуем костяной фарфор абсолютно невесомый абсолютно легчайший на просвет и요 . и в таком senses и она совсем не женская абсолютно мужская пара и редкая знаешь я бы не сказал что она абсолютно мужская потому что ну посмотри мне нравится ухоженная мужская рука ну посмотри как она тебя идет мне все идет тебе все идет ну посмотри как эта вещь посмотри это абсолютно моя бабушка была бы мною довольна если бы я чуть чуть придерживая локоть могла бы апелировать ну не знаю как перед тройкуung точно знаешь если бы у меня была тройка бабушка была бы довольна у нас были только двойки бабушка моя кстати было в отличие от меня очень практичный да это очень мило это что троечка это что это плато это не только десертная тарелка сервис значит подавать значит поднос я очень люблю когда большое блюдо как раз поповское блюдо это все между собой работает связано чем золотом прекрасным русским узнаваемым золотом ну ты знаешь для меня эта вещь она просто еще очень понятно историческую эпоху попадает эпоха псевдорусского стиля когда были построены там скажем скорпечатни на трехтрудном переулке когда был построен казна рядом с тверской когда вот это все вот исторический музей московская городская дума все вот эти узоры которые для меня абсолютно московская вещь абсолютно московская вещь потому что византия и москва апофеоз там третий третий рим второй константинополь и это конечно абсолютно покажи пожалуйста вот с моим на мой этикет квиз очень красиво ложится но мне кажется сочетать доступное современное и антиквариат делать в этом микс иначе небрежность даже если кто-то знает что это он точно не узнаешь что это поэтому у нас сегодня в современном фарфоре тоже есть ниша для удивительных вещей мы забываем хорошо если можешь есть там прекрасный нори но есть еще очень много мануфактур германия роскошная есть редкие серии германии с лимит и тишин есть новая серия ты помнишь мы говорили о майсе не об этих прекрасных мечах которые выведены в современный декор и все это между собой работает за счет чего за счет белизмы полкор без всяких точек белая значит дорого как рубашка как комплимент геннадий перламутровые пуговицы да посмотри такой же нетронутое золото как и у тебя на тебе я золото это правда но вот от этой византии я бы хотел перейти к другой византии это тоже абсолютно конечно византийской я чуть-чуть волнуюсь не то что я просто знаю цену этим вещам и не хочу аукцион оставить без этих раритетов для меня большая честь вообще держать в руках эти вещи потому что во всех уездных музеях они за семью ключа большая большая честь я в руках все-таки не надо не надо увеличивать ценность вещей по сравнению с самим собой посмотри какой прекрасный это это замечательные корниловы и это потрясающе это ты видишь что это имитация попробовать это имитация под техникой эмали и как будто это перегородчатая эмали это родница твоими брошами с твоими брошами ну с твоими брошами одна из которых вышла на гастроли мне на лацком и посмотри опять же во первых состояние я восхищена я каждый раз буду говорить в эфире что такая подборка без маленького скола хорошо есть утраты в позолоте но не даже утрат нет нет это просто это так же как так узнецовская грамотный человек можно сказать что это новодел но так невозможно сохранить это не во первых сейчас уже никто и не сделает и это конечно совершенно потрясающе посмотрите что и сзади золото экспортное клеймо и совершенно замечательные представительская тарелка естественно потрясающе а вот вот давай попробуем как они друг с другом бьются потому что все бьется византия с византией это все очень красиво кузнецов с корниловыми это все очень красиво бьется и давай попробуем вот эту пару дано это тоже будет роскошно работать это все работает между собой в том в том очень фотогенично да умный не скажет дурак не поймет извините пожалуйста но это действительно всегда так и это но гротеск для меня когда под пару ставится еще постановочная тарелка значит есть вкус и возможность татьяна в твоем вкусе никто вообще не сомневается и продолжая тему тему востока пумом прилетела продолжая тему востока мы переходим чуть дальше на восток от кузнецова и корнилова их пары византийской пары псевдорусской к кузнецову гарнеровского периода и кузнецов который выпущен для восточного рынка с арабской вязью и с с биркой с номером из какого-то дворца где это было инвентаризировано смотрите какая простая с одной стороны очень китайская мы таких китайских тарелок сейчас можем найти на рынке достаточно много чтобы это было вербил как сделано на на гарнеровской фабрике вперед кузнецова чтобы это было сделано по заказам частный заказ наверняка мы знаем харизмские хивинские бухарские миры не все заказывали фарфор на фабрика кузнецова очень много песочным песочным и это не доехали ты приглашал меня никогда не отвез на рыбинское водохранилище совершенно замечательные все удивительные вещи татьяна не отвлекай замечательная китайская тарелка и еще дальше на восток уже переходим в в японию в стиль и мари в стиль безупречно белого фарфора на котором редкие цветы изображены и стиль который пришел изначально стиль который пришел изначально из японии попал в европу через месяц стал популярен в англии татьяна ты отвлекаешься я понимаю что когда я говорю тебе не интересно почему я у меня в руках сейчас такая возможность посмотри подержи шутить и спорта же корнилова вот такая конструкция в бюфете где-нибудь на рубинштейна или на миллионной это не было чем-то необычным я привыкла когда мы разбирали горку для того чтобы серверовать чай это все было поэтому мне очень долго казалось что это будет всегда поэтому когда я сквозь года приехала в антиклэнд и увидела здесь все мою молодость все мои так скажем референсы жизни счастливой я в это верю да геннадий чем я могу тебе помочь ты не можешь просто поддержать поддержать вот этого кузнеца кормилова а я рядом держу вот этого кузнецова ты видишь что это удивительная история когда один и тот же абсолютно один и тот же давай покажем я волнуюсь потому что вы знаете очень боюсь что-то уронить потому что все эти вещи невосполнимы это кузнецов а это вот кормилов абсолютно одинаковый дизайн период япономании когда в конце 19 века япония стала возвращаться на европейский в том числе на российский рынок когда стала популярна до очень нравится что и русской японской войны я продолжаю не быть согласным я поняла александр позвольте этот эти прекрасные вьетнамские орхидеи пригласить хочу посмотреть как они работают с нашим фарфором новинки да и простите хочу наконец показать твою любимую икру и опять я подаю икру да у нас у нас к нашему шампанскому да у тебя тарелка николая первого императорский фарфоровый завод и это и снова кузнецовский гарднер сплеймов гарднера совершенно замечательная икорница с абсолютно натуралистическим изображением икры осетровой да тон в тон именно тот оттенок то темное крытье которое мы с тобой описывали оно удалось и здесь это не черное это такой антрацит с переливом и конечно это императорская тарелка в прямом смысле музей всем музеем музей и мы видим здесь и маргариты и видим здесь на перстянке и видим здесь розаны и видим незабудки конечно же и абсолютно русский летний мотив европейский мотив и черешня там есть или от алыча черешня я вижу что есть ирис незабудка как называется этот цветок как называется этот цветок не знаю это ты специалист на перстянка водосбор поэтому все мне это очень интересно и я люблю накладывать мы посмотрим вот этот бокал розовый бокал стакан восьмигранник закон завод кузнецова до октагональный октагональный блюдце и бокал с крышкой все опять же в идеальном состоянии совершенно замечательно опять же абсолютно невесомый просвет и конечно приятный чайный напиток я думаю что это абсолютно красивая чайная пара или или горячий шоколад или или чай совершенно замечательно в этой же чашке можно и заваривать здесь есть и анютины и фиалки анютины глазки и маргаритки прописано очень явно и ты знаешь такие пары тоже всегда оформлялись посвящение ведь традиция говорил о том что приглашение в дом с именинами было очень много посвящений молодоженам в дом супружеской паре это всегда было персонализировано эти золотые атрибуции персонализация для меня высшие 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 и сохранность сохранность я хочу я хочу в финале нашего эфира уступить место самсунду дорогой самсунду пожалуйста проходите садитесь хотим вас тоже я хотела показать я каждый раз когда я прихожу самсун букет мастерскую цветочный дом самсундукет я думаю что это мастерская все же вы великий ремесленник и я хочу поделиться теми новинками которые я увидела я готова скрыться за этим за этой упаковкой тюльпанов если это можно так назвать и это тюльпаны которые покрыты ими и это не спрей это новая абсолютно технология нет не знаю сколько импортеров россии приглашают такой изыск в салон это обычный тюльпан который подготовлен вот обработан такой прекрасный из морозил голландской компании бип розов и хочу обратить внимание на эти фаленопсис и обратите обращаю ваше внимание на вьетнамский фаленопсис прожилки которого берут оттенок лилового так любимый в вьетнам и в шелке вышивки и абсолютная сенсация моего сегодняшнего дня кумачевая кумачевая алая из алых фаленопсиса алая для аллы и здесь же есть конечно мне кажется пригласила мне кажется к паре выигранной на аукционе вполне подойдет такая ветка ветка конечно ведь цветы были всегда дороже фарфора поэтому цветы изображали на фарфоре мне кажется вот этому есть абсолютный гротеск то что вы самсон приглашаете и музейный фарфор и музейные цветы мой выбор сегодняшний конечно вот это ты тоже умеешь перебить мы искали давайте сделаем акцион редких цветов это на самом деле тоже очень интересно потому что люди так мало знают и не умеет назвать чтобы они хотели простите сейчас начало декабря и найти найти подснежники в москве это достаточно сложно дорогая горстка подснежников извини я задержался с работы я искал тебе эти подснежки не будь недовольна у тебя в руках в декабре единственный в россии не побоюсь этого слова но не так много адресов россии где будут эти подснежники вот так как вы и ставите в стекле и правильное название татьяна это сути левкотое левкотое для меня из двенадцати месяцев ну и конечно ваш хит позвольте пригласить за стол ландыши и пригласить мамашу кормилову и сыновей чтобы поддержать ваши ландыши ландышами на фарфоре ландыши на фарфоре но мы покажем другую корнилову пожалуйста мне кажется все это очень красиво это равнозначно и почему приглашение на чай ценится выше приглашения на обед или на ужин потому что за столом на чай можно накрыть несколько вещей четыре пять шесть шикарных музейных вещей и этого будет достаточно кто поймет тот поймет попятится и придет на аукцион антикленд запишется будет иметь беды чтобы тоже соответствовать не летать в париж не охотиться не ходить нагибаться низко и русского такого в париже не найдешь исключено поэтому это может быть я не исключаю это может быть самаре это может быть в урлан-уте это может быть перми мы можем найти эти вещи но так чтобы здесь и сейчас и собрать такой аукцион я вас благодарю самсон спасибо труд это любопытство умноженное на амбицию в самом хорошем условии словом оставить эти вещи в москве показать их вашим подписчикам показать их вашим гостям клиентам и быть уверенным в том что вы покупаете родную вещь но и кстати говоря до 12 можно зайти на большую никитскую 3 до 1 и все это посмотреть по щуку же будет посмотреть самсон расскажите еще раз как попасть на аукцион как зарегистрироваться я очень просто самом деле либо скачать приложение бит спирит на котором найти аукцион антикленд либо на сайте бит спирит также будет информация на аукционе бит спирит дает очень удобную простую регистрационную форму вы заполняете фамилию и имя телефон и вам на мобиль вам на электронную почту приходит подтверждение о том что вы зарегистрированы эти сообщения видим видим мы и мы подтверждаем вашу регистрацию то есть на сегодняшний день мы никому не отказали и все наши податели заявления все еще и шанс есть конечно вот он есть до 17 часов 50 минут 9 минут 12 12 декабря приятно геннадий мы с тобой будем следить за этим поездки вернее я буду приземляться туда где ты ждешь меня в эту точку на карте мира и мы вам конечно позвоним и справимся потому что я сопереживаю мне очень интересно и я горжусь то что вы это устроили дали шанс это чтобы быть отгружать и я знаю как трепетно вы относитесь к отгрузке как александра все это упаковывает простите меня в детстве как спать не клали не укладывали как александра укладывает ваши предметы и возятся с ними ухаживает и узнает где они сейчас и когда они будут на месте поэтому весь этот пакет это первый опыт и я очень хочу чтобы это все продолжалось спасибо самсон спасибо геннадий да но мы еще у нас есть пару минут которые во первых нет самсон скажите расскажите пожалуйста да нет я хочу чтобы самсон рассказал про вот эту небольшую вещь почему она у нас здесь на столе до истинный предмет мануфактуры север королевской мануфактуры французской значит это бывший чайник у которого когда-то был утрачен носик и соответственно была утрачена ручка позже но так фарфор был очень дорогой сердце мануфактуры особенно его сохранили и приделали вот эти позже в 19 веке приделали вот эти ручки значит предмет атрибутирован членом северского королевского общества это 1755 год и представлять собой музейную коллекционную и даже известен художник который раз рисовал дэни леви да почему я показываю потому что мы мы хотели бы продолжить нашу работу по ведению акционов и представлению широкой аудитории коллекционеров собирателей старины наши привет наши галереи мы хотим провести в январе месяце и сейчас поделаем анонс следующий аукцион фарфора западной европейских мануфактур мейсон кпм север даже без кпм в москве и в подмосковье ближнем и мощь мы поедем на рублевку без кпм очень много близких по 8 марта все же кпм мы любим я тоже думаю что кпм это что может быть лучше кпм практически не королевская я очень хочу чтобы вы дошли до роял копенгагена во всех проявлениях и может быть надо объявлять маленький код лотов и может быть кто-то еще придет к ассоциации своим да мы очень интересным открыты я лично открыто на все что касается роял копенгагена в моих интересах вы видите накрыть стол знаете вдруг у меня появится пес на счастье с которыми сегодня снималась мне придется больше тогда я буду еще более требовательна к своему быту геннадий как приятно из рук самого геннадия но независимо от успеха аукциона я хочу выпить за его преданность теме и за то что вы это ваша частная коллекция это не комиссия это то что вы имеете в своей собственности вы обладатель этих вещей вы даете им вторую новую жизнь спасибо и шкафы и прилавки ваши и витрины ваши переполнены не я ли была говорит как первой которая сказала слишком много простите да и вы это дети это ваши воспитанники с ними много лет и вы даете новую жизнь и приручаете посылаете их я надеюсь что новогодние единомышленникам которые входят в нашу тему и станут обладателями действительно музейных вещей спасибо татьяна спасибо геннадий с наступающим аукционом друзья мы ждем на нашем аукционе 12 декабря регистрация пожалуйста естественно манатона аккуратно подготовьтесь и быть зарегистрированным это значит просто получать рассылку новостей и даже можно отказаться от рассылки там есть квадратик главное что вы сможете сделать ставку до свидания дорогие друзья и до свидания спасибо самсону сагая и шампанское повторникам шампанское повторникам сегодня в антик лэнде вернулась комбакетом браво спасибо за внимание любим вас до свидания